привет друзья мои мы идем в кос вы уже наверно поняли потому что вот как вы видите витрина такая очень минималистичная прям по-косовски надеюсь что мы найдем здесь что-то интересное сумочка такая дутая в общем кожаная вот такие маленькая сумочка симпатичная очень хорошенькая появились шарфы разных расцветок зима шляпки в мохнатые сейчас значит он у нас по 150 долларов и что знает состав состав наверное шерсть что с написано может здесь написано да наверное шерсть наверное стопроцентная шерсть они есть вот таких от разных оттенков но очень базовая бежевая бежевая оба бежево-коричневая вот такой вот вот такая висюлина из новых появилась из сережек вот такие вот новенькие вот эти вот бублики мы все знаем много свитеров сумка из баллоне нет кожаны большущая огромная черная дутая сумка перчатки голубые шапочка браслеты как и от тиффани вы знаете что в тиффани есть такие браслеты серебряные они очень красивые но они стоят очень дорого от коса они стоят 120 долларов ну знаете для не не кожи ой для не серебра и не золото это как-то немножко дороговато но кос никогда не был дешевого магазина так все такое вот смотрите мрачная серо давайте что-то поищу по примерять и мы с вами поищем что-нибудь интересное так девочки мы в примерочный вкус примерка сегодня будет короткая что-то ничего я ходила ходила бродила бродила искала искала что-то померить и сюда ничего у них нету особо такого интересного может быть просто сейчас такой межсезонье в общем два платья у нас три платья и джинсы и свитер джинсы первый раз меряю вкус никогда не примеряла надеюсь что угадал с размером значит на мне сегодня платье из старых безразмерное оно огромное широченное это платье на него просто нужно надеть пояс и она будет любого размера с карманами такой из мятой ткани такой плащик легенький у нас прохладненько и вот такой вот пояс это у меня как украшение ну и украшение совсем мало потому что а и туфли вот вот такие тоже серебряными пряжками под вот эти вот под вот это вот все все давайте примерять что нибудь интересное найдем первое черное платье это смол размер другого не было был еще экстра смол но как бы я думал что не и в это не влезу но влезла она мне маловато просто она черная поэтому это не так видно но она здесь очень-очень все облегает если было на размер больше было бы намного лучше платье действительно красивая но длинная как всегда мне такой понимаете когда такое платье в пол она выглядит вечернее на самом деле она ничего не вечернее обычное трикотажное платье и это самое просто с расклешенной юбкой без рукава она такой даже больше спортивные вот у него здесь вот такие вот я потом покажу вам здесь черная плаховина как будто бы спортивная футболка такая ткань интересная такая немножко с блеском но маленькая мне конечно просто здесь темно и до черного это не очень видно сейчас сниму покажу вам зачем эти длинные делать такие платья то есть платье совсем не на вечер это такое платье знаете скорее на каждый день и вообще такое обычное каждодневное платье такой длины но на более высоких чего я возмущаюсь есть женщины у меня метр шестьдесят на каблуках я допустим метр шестьдесят пять и женщины метр семьдесят и метр семьдесят пять и метр восемьдесят в общем вот на них как раз сам раз то что мне прямо потом видите на каблуке я и она мне очень прям состав платья 60 процентов 59 хлопок все остальное полиэстероластан в общем стоит она 150 долларов был размер смол маловат мне значит вот смотрите видите как сделано вот здесь вот горловина и пройма сделано вот такой вот резинкой трикотажный как будто бы это просто обычная футболка и вот здесь вот она внизу вот такие вот клиния и ткань такая немножко с блеском красивая платье очень симпатичная но такое знаете на каждый день и очень длинно ну как можно конечно подкоротить на я вам рассказывал сколько стоит подкоротить кстати стоит дешевле подкоротить можно за 10 за 20 долларов если найти а вот замок например поменять я вам рассказывала 50 баксов отдала потому что там платье с подкладкой нужно было старый выпороть новый вшить вместе с подкладкой все это сам замок стоит денег в общем короче а вот подложить длину может быть можно и за 10 20 долларов найти если не надо еще отрезать вот если надо еще отрезать тогда может быть и дороже будет стоить но так это платье немножко получше но мне сидит но могло быть и поменьше это по моему медиум видимо вот такое платье можно было мне брать смол вот это такое приталенное узкое а это широкое вот если бы она была на размер меньше она была бы вот так было бы наверное лучше но в принципе так тоже неплохо выглядит немножко такое свободное значит рукав такой 7 8 по моему да здесь горло такое подкуп горло отложено его можно понять она будет высокая вот если его завернуть она выглядит вот так сверху трикотаж вниз юбки плащевка сшит из многочисленных таких клинушков темно-синий цвет и на чуть-чуть покороче чем это хотя размер побольше и в общем платье неплохое симпатичное опять же темных на темном плохо видно видите можно было мне размерчик если бы был поменьше чуть-чуть ну ладно уж как есть вот считайте что вы так и нужно быть если размер убрать это было бы лучше вот это мне нравится платье мне нравится что она состоит из двух тканей две такие текстуры это трикотаж а здесь плащевка так сейчас не посмотрю цену состав всего вам расскажу так состав верхняя часть трикотажный стопроцентных лобок и здесь 30 процентов лобка 70 полиамид или что такое посмотрите как интересно сделана юбка вот такими вот много-много клиньев она сшита причем видите везде прям сшита из клинышек таких и это выглядит очень симпатично оригинально здесь тоже принципе вот такие вот вытачки то есть она не совсем такое прямое а есть вытачки и стоит она а это смол даже блин эти девочки я ошиблась значит это я взяла смол это я взяла смол намеренно потому что я видела что она большой даже смол мне как бы можно было и экстра смол 170 долларов она стоит вот размер смол вот его номер она вот на мне сидит вот таким вот образом свободненько так наверное она так должно быть немножко такой мешочком потому что я уж не думаю что я экстра смол хотя вкус бывают такие вещи очень объемные очень свободные эти рукав такой широкий вверх такой немножко как футболка вот рукав мог бы быть поинтереснее вот этот вот воротничок мне не очень нравится могло быть что-то такое здесь другое что там сзади ничего не взять и шов замка нету в общем темно-синее красивое платье не плохой интерес так совсем другое белое платье значит тут ситуация такая я взяла размер медиум потому что этот рикотаж и вот здесь вот я боялась что она мне будет маленькая но вот тут вот пройме она мне очень велико у меня моя такая маечка топик внизу и за счет этого выглядит ну как бы не видно белье а в принципе вот видео мне вот здесь вот нормально здесь немножко великовато ну вот если надеть что-то вниз то можно эту проблему решить белое платье такое немножко старомодная длина вот здесь как раз она не не короткая не длинная а ну вот такая длина могла быть подлиннее здесь это могло быть подлиннее но идея неплохая значит такой без рукав как будто бы царафан и вот здесь вот по низу идет такая оборочка такая триготажная все это триготаж белая в общем невеста без места очередная очередная невеста без места платье стопроцентный хлопок стоит 150 долларов это был размер медиум и вот его номер вот вот пожалуй и все что вроде вообще можно сказать вот вы сами все видите если вы не разглядели на мне то вот так вот она выглядит простенько но со вкусом с каким-нибудь симпатичным украшением жакетом вот даже с моим вот этим вот черным плащом сверху можно было примерить и сделать такой комплект так комплект свитер и джинсы свитер тонкий такой еще осенний первый раз я примеряю джинсов в кос и это размер 27 европейский это где-то я даже не знаю какой то у нас но тем не менее свитерочек тоже смол такой тоненький на осень джинсы великоваты но в принципе возможно что они должны быть такие свободные вот такие знаете это именно вот такие вот джинсы хотя могло быть могли быть и поменьше значит они клешные у них по моему вставлен клин здесь нет просто они так сшиты видите шов идет сбоку вперед как будто задняя часть больше очень просторная я не хотела не знала не поняла что они такие ну сейчас так модно вот такие джинсы свободные и длина неплохая вы знаете они длинные но вот на я чуть-чуть на каблуке они сам в самый раз по длине такие широкие свободные джинсы цвет приятно серый очень приятного цвета свитер он вообще вот такой вот широкий так горло здесь на его можно подзаправить и будет он будет лучше выглядеть эти таких из разряд цветов которые надо заправлять иначе они вот такие вот вот такой вот осенний образ кстати мне нравятся джинсы у них но может быть я должна буду угадать еще с размером еще очень зависит от фасона эти джинсы таки свободные просторные мне кажется они должны быть такими вот они не должны облегать они именно вот такие вот джинсы которые должны болтаться у них кстати пуговицы это не очень удобно но в принципе такой серый цвет приятный и красиво сочетается вот с этим зеленым так смотрите я примерила со своим таким черным плащом кежуальным таким тонким сжатой ткани и видите как вот такой вот получается осенний образ серый джинс и зеленый яркий свитер и черный это даже не плащ а такая накидка из такой сжатой ткани у него нет подкладки ничего но вот я его очень люблю сейчас носить когда у нас утром прохладно вечером днем еще принципе тепло а утром хочется что-нибудь накинуть когда я еду на работу вот такой плащик но это мой так что просто я вам показываю как это будет неплохо сочетаться вот такой вот знаете осенний образ так значит джинсы стоят 170 долларов двадцать седьмой размер европейский номер под их и описание значит из органического хлопка переработанный хлопок то есть в нем смесь видите это релакс фит это значит свободные ноги прямая нога низкая посадка и полная длина я бы не сказал что их низкая посадка вы видели они так довольно по моему не сидели на талии у них видите довольно большого десет расстояние и здесь пуговицы что не очень удобно так свитерок сделан из стопроцентной шерсти он тоненький но шерстяной 150 долларов стоит был размер смол вот в номер и ведь он тонюсенький совсем тоненький но шерстяной стопроцентная шерсть но вот когда шерсть такая тонкая то это в принципе нормально я не люблю очень толстую шерсть не очень жарко а вот такой вот тонкая шерсть это самый раз видите как красивый цвет немножко не передает он такой прям зеленый зеленый а здесь такой цвет немножко как будто синеватый а он прямо вот и как зеленая зеленая трава снится на не рок от космодрома снится на трава дома все помнят эту песню правда девочки ну что такие вот у нас сегодня примерки короткие честно что там ничего не лежит душа ни на что я вот нашла там пару платьев что-то пока все но эти теплые есть несколько теплых очень свитеров и как-то пока еще не хочется примерять у нас реально плюс 20-22 градуса еще на улице сентябрь и как-то не хочется еще примерять очень теплые вещи и если честно ничего интересного красиво что-то я не видела ну вот как-то все висит такое никакое старалась даже джинсы притащила уже как-то что-то такое но не знаю ничего мне пока не понравилось но надеюсь что в будущем будет получше все всех люблю целую всем пока из кос из канады с вами была дита пока пай бай